С каждым днём полномасштабной войны России против Украины раскрывается всё больше фактов о военных преступлениях российских оккупантов. Доказательства собирают и анализируют как в освобождённых от оккупации городах и сёлах, так и по показаниям, выехавших из оккупации. Аналитики и расследователи Conflict Intelligence Team систематизируют собранные данные. Массовые убийства мирных безоружных украинцев. Один из сотни ужасающих примеров – бычанская резня. Показания свидетелей, видеофиксация камер наблюдения, спутниковые снимки и видео с беспилотников дают серьёзную доказательную базу для обвинения российской армии в военных преступлениях именно в период оккупации Киевской области. Фотоснимки убитых на улицах и места массовых захоронений. Сейчас у многих вопрос. Как вообще люди здесь выжили? Они не выжили. Пойдёмте, я вам покажу. Пойдёмте. Тут буквально два шага. 26 лет, парни. Просто человек, украинец. Что с ним случилось? Подходите, там нос отрезан. Короче, застрелим. Глаза за это всё завязали, видите? Что это делают? Русские? Мой брат. Показания мирных жителей Киевской, Черниговской, Сумской областей собирали сразу после деоккупации. Люди рассказывали о расстрелах, пытках и казнях своих соседей и родных. Правозащитная организация Human Rights Watch не раз выступала с докладами на основе показаний, переживших оккупацию, о системном подходе российских солдат к ликвидации мирных украинцев. Тут старший брат, а тут чуть дальше младший. И его первого расстреляли. И кинули в яму. А потом Диму стрельнули, но не кидали в яму. Потом в меня выстрел, толкнули, я упал. А наверх старшего кинули. Ось. Вход. Вот вход пули. Ось. А вот, вот выход. На горячую линию психологической помощи у полномоченного по правам человека ежедневно поступают звонки от жертв сексуального насилия, сообщает обудсмен Людмила Денисова. После случаев изнасилований в Киевской области такие же факты начали всплывать и в Харьковской. Так, 20 мая после освобождения ряда поселков от российской оккупации на горячую линию обратилась мать девятилетних тройнят из Изюма. Все ее дочери с травмами половых органов. Затем поступил звонок от матери, на глазах которой русский солдат свечой изнасиловал ее девятимесячную дочь. Денисовой сообщили о смерти годовалого мальчика после изнасилования. Таких случаев за три месяца войны тысячи, сообщает обудсмен. Вы понимаете, наши ребята выпили и теперь хотят расслабиться. Я говорю, да, я понимаю, но тут одни старики, я самая младшая на углу была. Меня возле колодца давает этот оккупант Даня, 19 лет ему было, трогать. А он с автоматом, не могла не сопротивляться ничего. У нее была мокрая одежда, я помню хорошо, я говорю, а почему ты мокрая, она говорит. Когда они ее насиловали, она теряла сознание. И чтобы она пришла в чувство, они ее обливали водой. Весь мир увидел, как российские солдаты отправляли из белорусского Мозыря в российский Рубцовск 130 посылок с вещами, украденными в домах украинцев. Доказательства тому на видео с камер наблюдения из офисов компании СДЭК, российского оператора экспресс-доставки, расположенных на границе с Украиной. Украинцы же местоположение своей техники Apple находили по геолокациям в разных точках России. Затем сами русские в соцсетях, не стесняясь, признавали, что за посылки они получают. Так Юрий Зверев из подмосковного Клина написал пост в соцсетях о том, что его зять пригнал сами знаете откуда трофейный внедорожник БМВ. Мужчина интересовался, как зарегистрировать машину. Исходя из расследований Медиазоны, российские военные из приграничных с Украиной городов отправили около 58 тонн награбленного. СДЭК ведет круглосуточное наблюдение. Получить видео журналистам было нетрудно. На одном из таких доказательства не только воровства у украинцев, но и у своих же. На этих кадрах отчетливо видно, как солдаты сначала упаковывают и отправляют украденную гитару, а затем российский беспилотник «Орлан». Города, лидирующие в приеме краденого – Москва, около 10 тонн, Екатеринбург – 6, Чебаркуль и Кызыл – также тоннами. А вот еще 6 тонн грузов отправили в Юргу, город на северо-западе Кемеровской области. Там проживает всего 80 тысяч человек. Артиллерийские и авиаудары по гражданским объектам. В Харькове более 2000 уничтоженных жилых домов. Столько же частично или полностью разрушенных Киевской области. Около 1000 объектов гражданской инфраструктуры в Николаеве и почти стертый с лица земли оккупированный Мариуполь. Россия использует против гражданских запрещенное международными конвенциями оружие. Это кассетные снаряды, фосфорные и фугасные бомбы, термитные зажигательные боеприпасы. К ряду военных преступлений России на территории Украины относят также и уничтожение медицинской инфраструктуры. Всемирная организация здравоохранения на 23 мая насчитали более 200 случаев атак украинских больниц, госпиталей и поликлиник. Также есть доказательства жестокого обращения с украинскими пленными. Принудительная мобилизация местных жителей временно оккупированных территорий и депортация украинцев на территорию РФ.